Я вам скинул материалы, что Жириновский говорил про этого, проклятого говорит. Да, смотрели, Игнатьев, смотрели. Хороший материал. Он опять практически всё угадал. Ну вот мы тут сошлись один к одному. Почему за рубежом, и там так они, говорит, там цветы и всё, всё ко всем так, нет, к одному, потому что это их человек, их. У них задача одна, свалить президента и разодрать Россию по швам. И он выполнял всё. А Жириновский-то говорит о чём? Что не год давать, надо 20, а ему 19 и дали. И не держать здесь, а на север, что, где замерзают куб птицы, что по его делу, или он это предсказал? А сказал-то раньше, когда живой был. Люди собрались, много людей. Ну, что люди-то собрались, пошли и всё, они ещё... Да ничего, о том, что заниматься нечем. Больше ничего не скажешь. И вот они там были, стояли. Сколько? Ой, много. 10 тысяч. Если 10 тысяч, это меньше, чем один из тысячи. 13 миллионов в Москве. Ну, вот такое дело. Но Господь знает, кому что надо. Я об этом уже говорил, объяснял. Первая книга, Сарц, 25 глава, 25 стих. Просчитай кто-нибудь. Это прямо пророчество. Я сегодня, думаю, записать тут. Ко мне должны зайти и вопросы задать. Я буду объяснять это. Первая, Сарц, 25-25. Прямо фамилия там поставлена. Три тысячи с лишним лет назад. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека. На навала. Ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слов господина моего, которых ты присылал. Вот. А вегея-то как раз сгодилась. А вот она там выступает перед разными плодопрезидентами везде. Его дело подражает. То есть за это время сгнила эта фамилия. Ну, там прямо написано. Прочитай, как фамилия. Навал. А это еще? Это значит безумный. Ну. Навал. Навал, значит, безумный. Вот откуда пришло. Мы же обращаем внимание, что знак 666. И бояться там и проще. А здесь не так. Он сказал и сразу окостенел. Белого-то точно такая есть. Окостенел и помер. Его никто не душил. Путин там его. Безумие какое-то. Зачем бы перед выборами он это трогал-то? А он, говорили, 250 с чем-то суток был в ШИЗО. Штрафной изолятор. А сегодня, говорят, уже 300 с чем-то. Я могу говорить об этом, потому что я это все видел. Я там ночевал. Он не покорялся. А задача-то какая арестовали-то? Исправить? Почему к нему такое отношение было? А меня когда выпускали, уже кончилось. Помилование пришло. Я политзаключенный. У меня документы есть. Политзаключенный. У меня других статей-то не было. Только религиозные. И дали офицера, чтобы меня провез до дома. Чтобы мне дорога еще не была. Вот какая забота была. А почему? Потому что свидетельство было, а там все неверующее. У него нигде Иисус Христос Слово даже не появляется. Нигде. А занесли в церковь кого-то там. Совершить вот этот обряд. Безумие полное. Он есть такой и есть. Безумный. Я слушаю. Кто еще есть? Игнатихович, вот вопрос. Давай. 1 Тимофея 2.14. Да. И не Адам прельщен, но жена прельстившись впала в преступление. Да. То есть Адам, получается, что ли не знал, что это запрещенный плод? Он вступил уже на стезю, которая отломлена была. Уже Ева была отвернутая. А не Адам прельстился. Он просто взял и съел. Кусил там или как сказать. Ева. С нее началось. И через Еву все мы умираем. В Адаме. То есть его вина была в том, что он не подумав просто взял и... Да, она уже все. Неверующий Богу представляет его лживым. А лошадь дьявола. Евангелие Теяна 8.44. Вот куда он на какую ступеньку залез. Благодаря жене. Так что, почему жена должна быть безмолвная? И даже дорогой нельзя из церкви пока идет спрашивать. Только дома спросить. Вот мусульмане в этом вопросе правее нас. А они знают, что если она... Если платить надо за нее... За невесту, которая училась в университете, уже закончила. За нее там одного барана и две лошади. Вот так. А которая дома была, за нее пять лошадей. У них ценится больше, если она не ученая. Мы когда проезжали везде, было издалека направили. Видим, они вышли из университета издалека. Одна отделилась и на нас пошла. Чего нам надо? Так, вы сейчас снимали? Снимали. Мы просим, сотрите. Да мы же... Сотрите. Если нашего узнают из института, нас выгонят сразу. Вот как? Да у нас... Где она ходит? На что надеется? Это уже... Даже сравнивать не надо. Так, слушаю еще. Братья, вопросы? Я скинул материал этот. Жириновский о Навальном-то. Почти все. Всем получили. Он там по косточкам разбирает. Вопросов нет, тогда назначайте и натихну. Хорошо. Будем стараться. Так. Так. А вот Виктор Захарычев есть? Нету. Ну что сделать? А Елена Зису? Тоже молчит. А Елена Чиркина есть? Есть. Это кто отозвался? Это я есть, Чиркина. Есть я, Чиркина. Ну вот тогда братья пропоют и сразу молитву сотворите свободную. Хорошо. И в конце прославить Святую Троицу. И громко скажите Аминь. И кто согласен, всегда говорите Аминь. Вы присваиваете молитву себе. Во славу Божию. Достойно есть я, кого истину, Блажите Тя Богу, Родицу, Пресноблаженную и пренепоручную. И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения Серафим, Без истления Бога, Слово Родшую, Сущую Богу, Родицу Тя Ильичае. Благодарим Тебя, наш великий Бог, Господь Иисус Христос. Благодарим Тебя за это занятие, за Твое живое слово, за то, что Ты нас сотворил, дал нам жизнь и указал пути, как нам жить, как нам двигаться, как нам поступать правильно в этом мире. Благодарим Тебя за наших дневных занятий учителей, наставников. Благодарим Тебя за братьев, которые ведут и проповедуют нам истину. Благодарим за их постоянство. Да будет Тебя слава, Господи, честь, великое поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спасибо. Аминь. Аминь.